Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Челны ТВ. В студии Эльмира Гайнудинова и мы начинаем! Из Челнов в Казань в городе прошла очередная отправка мобилизованных в танковое училище. В каждой семье мобилизованного есть свои обычаи и традиции. Какие именно в семье Красновых узнала Эльмира Гайнудинова? В особой экономической зоне Алабуга состоялось открытие завода металлических конструкций. Как прошла церемония, узнала резиденция Морданова. Еще вчера они были работниками различных предприятий, а сегодня мобилизованы. В набережных Челнах прошла очередная отправка резервистов в танковое училище Казани. Провожала бойцов и съемочная группа телеканала Челны ТВ. Провожать Руслана Гизатулина пришла вся его большая семья. Сестры, родители, жена, ребенок, племянник и многие другие. Они не могут сдержать слез. Хоть и гордятся мужчины, но очень переживают за него. Я желаю только, чтобы мой сын вернулся жив, здоров. Мы его будем ждать. Чтобы он живым вернулся. Конечно, горжусь. Просто мы его ждем дома живым и здоровым. В отличие от родных, Руслан Гизатулин держался мужественно, шутил и смеялся. Он подбадривал близких, объяснял им, что он должен защищать родину. По словам мобилизованного, накануне он выписался из больницы. Пришла повестка. Вот сегодня он уже в первых рядах. Пришла повестка. Что мне бегать? Я не знаю, как девочка, что ли, от этого. Поэтому я считаю, что нужно относиться к этому серьезно. Пришла повестка. Пошел, отслужил, вернулся. И все. Все. Главное, готовым ехать. Как говорится, мы же не в садике. Мы взрослые люди. Можем спокойно анализировать все. Так что это мой сын. Вот тоже пойдут служить в свое время. Вместе с Русланом Гизатулиным в танковое училище Казани отправились более 100 резервистов. Тоже защита, в первую очередь, моих детей. Как бы до суда это все не дошло. Я же знаю, как там все опасно. Как бы здесь это все было мирно. И, разумеется, это зависит от каждого. Если бы все так решали, если бы все кучей наступили, то можно было бы просто там стоять, чай пить. И это уже была бы победа. Кстати, среди резервистов были и добровольцы. Мне 46 лет. Завтра исполнится. Я считаю, что моя родина в опасности. Вот и все. И на этом вопрос закрыт. Мобилизованные получили наставление от родных. Провожаю мужа своей родной сестренки. Пожелаю ему удачи, успеха во всем. И чтобы он всегда был рядом со своими товарищами, помогал им во всем. То есть они вместе там, это единая семья большая. Мэр Челнов Найль Магдеев, провожая мобилизованных, сообщил. Семьям военнослужащих будет оказана помощь. Мужики, служите верно. Мы обязательно всегда будем вас ждать. Поддержим ваших детишек. В этом у вас не должно быть никаких сомнений. После выступления мэра автограда Найля Магдеева и главы Тукаевского района Фаиля Камаева резервисты прошли к автобусам. Провожать автобус овациями уже стало доброй традицией. Эльмира Гаинудинова, Ленар Султанов, Новости, Челны ТВ. Радостное событие в семье Красновых. У них родился малыш. Так совпало, что в это время папа маленького Давида уехал в Казань в ходе частичной мобилизации. Но чудеса случаются, и молодой отец мог увидеть новорожденного. Об этом в нашей съемочной группе рассказали родные военнообязанного. Подробности в нашем материале. Я Демидика называю киской, малышкой, потому что он так смешно грехтит, как тигренок. И в год тигр он родился. Давид – второй ребенок в семье Красновых. Родился он 30 сентября. А его папа в это время уже начал обучение в Казани в качестве мобилизованного. Но по такому случаю Владислава отпустили на пару дней в Челны. Сейчас молодой отец снова в танковом училище. А Лилия дает малышу послушать голосовые сообщения от него. Даже не знаю, но по идее ты можешь поинтересоваться заранее, типа, либо в конце. Когда первый раз дала ему послушать голос папы, он сразу открыл глаза и начал искать его. И поэтому я сейчас частенько даю ему послушать, чтобы он узнал его голос. И когда папа вернется наш, чтобы он не испугался и не думал, что это кто-то чужой. Как отмечают родные Владислава Краснова, он очень ответственный. Не стал дожидаться повестки. Сам пошел в военкомат. Вся семья гордится им, любит. И больше всего они хотят его возвращения живым и здоровым. У родственников даже приметы есть. Когда Влад уходил, за столом сидели, я у него взяла кусочек хлеба. И положила в шкаф. Либо кусочек хлеба до сих пор лежит, его ждет. Есть такое поверье, что если человек куда-то ушел далеко, уехал из дома, вот он обязательно вернется, кусочек хлеба его зовет. Как брат родной. Вот у меня братьев нет, вот Владик мне вот как родной. Вот не только за сестру переживаю, не только за племянников своих переживаю, но и за Владика, вот как за полноценного, уже полноправного члена семьи. То есть, любим, надеемся и ждем. Кстати, в каждом районе семьи мобилизованных обязательно посещают сотрудники администрации. Поэтому Краснова не стали исключением. Им также сообщили о мерах поддержки со стороны города, бесплатное посещение детского сада, кружков и многое другое. С этой субботы будут начаты культурные развлекательные мероприятия, в частности, с кинопоказа начинаем, осенние каникулы. Поездка, посещение дельфинария запланировано. Всего в Челнак под частичную мобилизацию попали около 1200 военнообязанных. На каждую семью бойца, в том числе служащего по контракту или состоящего в батальоне Алга или Тиммер, завели социальные паспорта. Альмира Гаинудинова, Кирилл Хабзей, Новости, Челны ТВ. Меняем старые на новые. В Челнах продолжается акция по утилизации использованных зубных щеток. Ее цель – приучить горожан сдавать ненужные товары на переработку. Что изготавливают из старых зубных щеток, расскажем прямо сейчас. Это щетка для чувствительной эмали. Какие бывают зубные щетки и для чего они служат? Врач-соматолог Армеля Минликеева обучает пациента домашней гигиене. Она помогает сохранить не только здоровье зубов, но и здоровье окружающей среды. Около трех лет доктор ведет экологический образ жизни. Всей семьей сортируют различные виды отходов, в том числе и зубные щетки. Я как врач-соматолог могу рекомендовать менять щетку не реже раз в три месяца. То есть каждый сезон покупать новую щетку. Сегодня сдавать зубные щетки Армеля Эльгамовна будет не в привычный контейнер, расположенный в комплексе. Она участвует в традиционной экологической акции «Меняем старые на новые». Сама идея с утилизацией зубных щеток обусловлена в первую очередь тем, что существует у нас в России завод по переработке такого пластика. Так называемый гигиенический пластик. По словам организаторов акции, челнинцы активно сдают зубные щетки, накопленные в течение года. В прошлом году в ее рамках удалось собрать 207 килограмм. Участвуем мы каждый год. Этот год уже будет четвертый. Принесли сегодня 15 штук. Если мы будем выкидывать щетку в мусорное ведро, то мир будет загрязняться все больше и больше. К сдаваемым щеткам для зубов предъявляются определенные требования. На переработку не принимаются электрические предметы гигиены и щетки с деревянной ручкой. Акция по утилизации зубных щеток продлится до 31 октября. Все собранные щетки будут отправлены на перерабатывающий завод в Московскую область. Прежде чем попасть в город, железнодорожные щетки сортируются по цветам. Из переработанного пластика изготавливают упаковки для шампуней, зажимы для пакетов, обложки для блокнотов и многое другое. Как правило, такие изделия имеют специальную маркировку. Лисанг Абдрашитова, Ленар Султанов, Новости, Челны ТВ. А что делают со старыми зубными щетками наши подписчики? Этот вопрос мы задали в соцсетях. Мы предложили выбрать один из четырех вариантов. Выяснил, что более 66% выбрасывают старые зубные щетки. Примерно одинаковое количество. Это около 13% ответили, что используют их в хозяйстве или отдают на переработку. И примерно 7% респондентов не знали, что можно сдать щетки на переработку. Вы тоже можете принять участие в вопросах. Следите за нашими официальными соцсетями. А сейчас впереди короткая реклама. Не переключайтесь. Невероятное представление. В Дельфинарии новое шоу в паутине морских приключений. Супергерой и его друзья, дельфины и морские котики сразятся с темными силами. Стань участником эпичного шоу на сцене Дельфинария. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота. Добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru Требуются водители-экспедиторы категории «С». Водители на «ДАФы» категории «Е». Грузчики. Телефон 8-919-626-3070. Глазная клиника Газизовых. Приглашаем детей и взрослых на лечение близорукости. Также проводим операции по удалению катаракты и вторичной катаракты лазером. Звоните. 35-75-75. Незабываемый романтический ужин с видом на вечерние челны. Проведение любого торжества. Банкетный зал на 150 человек. Каждый выходной музыкальная программа. Загородное кафе «Вилла Браун». Вы смотрите новости на телеканале Челны ТВ. И мы продолжаем. Для тех, кто за рулем, для тех, кто следит за качеством дорог. В набережных Челнах начали отмечать День работников дорожного хозяйства и День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Во дворце торжеств наградили лучших специалистов этих сфер. Лилия Гатина продолжит. Дмитрий Трифонов 28 лет. Трудится в сфере дорожного хозяйства. Строит дороги, выполняет работы в рамках реализации республиканской программы «Наш двор». А зимой занимается уборкой проезжей части от снега. Дмитрий Трифонов ничуть не жалеет о выборе профессии. По словам мужчины, он всегда увлекался дорогами и машинами. Пожелания, конечно, есть, чтобы они не мешали при обустройстве дорог и не жаловались так сильно на нас. Машины, чтобы не ломались, чтобы ямок не было на дорогах. Хотелось, чтобы было все благоустроено в нашем городе. А Кристина Дадашева выбрала работу в сфере автомобильного и городского пассажирского транспорта. Вот уже 14 лет Челнинка – водитель трамвая. По словам женщины, она любит людей и поэтому так верна своей профессии. Ты доставляешь людей, хочешь доставить их в целости, в сохранности, доставить их на работу и с работы домой. Нравится даже, когда люди говорят, чем больше гораздо спасибо, тем лучше. Так что пусть пользуются нашим городским транспортом. Всего в набережных Челнах в отрасли дорожного хозяйства и транспортного обслуживания трудится около 10 тысяч челнинцев. Лучших работников, внесшие весомый вклад в развитие и процветание города, лично поздравил мэр Наиль Магдеев. Я желаю крепкого здоровья, успехов вашей многотрудной, может быть, не всегда благодарной, но благородной работе. Напомним, что по дорогам протяженностью более тысячи километров ежедневно перевозят грузы и до 50 миллионов пассажиров, тысячи автомобилей. А на городские маршруты ежедневно выходят 330 автобусов и 73 трамвая. Лилия Агатина, Кирилл Хабзей, Новости Челны ТВ. Новый завод в Татарстане. На территории особой экономической зоны Алабуга состоялось торжественное открытие предприятия по производству металлических конструкций. Готов ли он к работе по импортозамещению? Об этом более подробно расскажет моя коллега Резидаша Аймарданова. Лилия Ачинцев – наладчик центральной линии на заводе металлических конструкций. О своей работе он готов рассказывать часами и знает про нее буквально все. Например, про оборудование, на котором происходит процесс нарезки трубы для последующей сборки. Следующий этап происходит запрессовывание корпуса подшипника. Далее готовая обечайка, уже с корпусом подшипника обваренная, проезжает на машину сборки. Здесь именно происходит подготовка для машины сварки. То есть нарезает трубу на декадимую длину, растачивает ее. И это оборудование не единственное, чем может похвастаться завод. Он оснащен по последнему слову техники. Соответственно, уже сейчас составляет серьезную конкуренцию зарубежным предприятиям. А где-то даже перегнал их. Линии по производству роликов такой даже в Европе нет. Наши ролики имеют такое же высокое качество, но себестоимость их на порядке ниже, чем производство импортное. То, что мы сделаем, это часть и импортозамещение тоже, особенно точные ролики. Вот эти ролики точные, они с требованиями гораздо более высокими, чем обычные наши российские ролики. Кроме того, в рамках торжественного мероприятия по открытию завода прошла встреча с учащимися образовательного центра по подготовке квалифицированных рабочих кадров Алабуга Политех. Резидент Шаймарданова, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ Талантливый человек талантлив во всем. Это доказывает челненка Лилия Ханипова. У девушки полностью отсутствует зрение. Но это не помешало ей посвятить свою жизнь музыке. Лилия лауреат международных и всероссийских музыкальных конкурсов. О юном таланте больше расскажет моя коллега Христина Балабанова. На этих кадрах Лилия Ханипова исполняет свою любимую музыкальную композицию. Со стороны это абсолютно здоровый человек. Здоровый, талантливый и жизнерадостный человек. Но у девушки полностью отсутствует зрение. Лилия родилась недоношенной. Это и стало причиной слепоты, вспоминает мама девушки. Когда в РКБ мне сказали, что она не видит, я не знаю, я так плакала. Мне казалось, что у меня просто мир все рухнул. Я не могла представить, как ребенок никогда не увидит, какая зеленая трава. Какой мир вот он. Когда Лилия было всего 4 месяца, врачи сообщили ее родителям, что она не видит. Сначала была четвертая степень слепоты. На такой стадии зрение уже отсутствовало, но слабая чувствительность была. Сейчас нет и ее. Стать музыкантом Лилия мечтала с детства. По словам девушки, петь она начала раньше, чем говорить. Музыка – это часть моей жизни. Это смысл моей жизни, наверное. Это что-то космическое. У меня вот ассоциация с космосом. Лилия Ханипова лауреат международных и всероссийских музыкальных конкурсов. Останавливаться на этом не планирует. Сейчас девушка учится в Башкирии, сразу на двух кафедрах – композиции и джазового исполнительства. К трудностям Лилия относится легко. Возникали, конечно, трудности, например, во время поступления в какие-либо учебные заведения. Вот, например, я пыталась поступать в Казанскую консерваторию, но куда меня как бы благополучно не взяли, сославшись на то, что, ну, видимо, у сотрудников, у преподавателей нет, возможно, опыта работы с незрячими. Это все, что мы хотели вам рассказать сегодня. Впереди вас ожидает прогноз погоды, сразу после него – новости на татарском языке. А я, Эльмира Гайнудинова, с вами прощаюсь. До новых встреч на телеканале Челны ТВ. Продолжение следует...